В культурный шок поверг всех новый имидж Никиты Джигурды. Он избавился от рыжих волос, сбрил усы и бороду, артист заявил, что ему надоел образ эпатажного фрика, и он даже готов сменить фамилию в паспорте, на Джанатан Эль Аир, братаж Джи Погоржельский фон Ган Эден. Вот. Ну, неплохо. В принципе, да. Такая простая фамилия, да? Простая, короткая. Ну, вот я не знаю, куда смотрят продюсеры, но мне кажется, это вылитый Альбус Дамблдон. А может быть... Нет, кстати, да, в молодости. Да, кстати, может быть, Никита Борисович как раз готовится к новой роли. Ведь звезды всегда должны быть готовы к таким преображениям. И часто именно фильмы, удостоившиеся Оскара, в этих фильмах актеров вообще бывает сложно узнать. Предлагаю прямо сейчас тебе, Андрей, поиграть... Поучаствовать в очередной твоей игре? Да, поиграть в игре под названием «Угадай звезду в гриме». Поиграть в игре. Неплохо уже. Ну, легко. Понимаешь, легко, но я тебя хочу сразу предупредить. У меня феноменальная память на лица, поэтому тут меня не проведешь. Ну, давай, давай попробуем. Я с удовольствием. В принципе, все наши зрители, я думаю, тоже с удовольствием поучаствуют. Киноигра. Итак, кто же эта очаровательная блондинка? Светлые локоны. Ну, даю подсказку. Она еще снималась в фильме с Леонардо Ди Каприо. Это Кейт Уинслет. Неплохо. Неплохой комплимент. В фильме Пляшина снималась. Так, ну ладно, я сдаюсь, я не знаю, кто это. Это же Тильда Свинтон. Да ты что? Да, но ты, конечно, привык ее видеть в другом образе, потому что она известна своим андрогинным стилем. Да. С короткой стрижкой она всегда ходит. Все дело в этом, действительно. Ну, понятно, ты как знатный, как постоялец кинотеатра, естественно, знаешь всех. Еще раз. Дай мне еще один шанс. Еще раз попытаем удачу. Давай. Второй слайд. А-а-а. Темнокожий красавчик перед нами. Кто же это? Слушай, ну, во-первых, я уверен, что не темнокожий, хотя, судя по форме... Ну, грим. У меня такое ощущение, что это Николас Кейдж. Нет? Николас Кейдж? Да. Можно еще раз поговорить? А-а-а, нет. Шерлок Холмс. А-а-а, но не Роберт Дауни-младший. Железный человек. Да, это Роберт Дауни-младший. О, это он, правда? С ума сойти. Видишь, как грим творит чудеса. Грим творит чудеса. Ну... Я даже про себя могу сказать, учитывая... Уже у тебя... Есть хороший результат один, и один плохой. Есть хороший результат, да, один плохой. Давай посмотрим еще один слайд. Кто же, кто же перевоплотился в эту очаровательную брюнетку? У меня не... Ну, слушай, у меня нет вариантов. В первый раз, наверное, у меня нет вариантов вообще. Серьезно. Кто это? Ты не угадал, это же солист известной группы 50 Seconds to Mars. 50 Seconds to Mars, я хочу заметить. 30, но не беда, не беда. Ты... Джаред Лето, ты имеешь в виду? Джаред Лето, конечно. Слава богу. Видишь, я в музыке, ты в кино. У нас все с тобой в балансе. Есть еще что-то? Есть еще один. Есть еще один слайд. Это абсолютно универсальный артист, кстати сказать, легендарный комик. Вот артист, который стрижет или который стрижется? Они оба артиста, но который стрижет нас интересует. А можно еще раз показать? Кто это? Дензел Вашингтон? Джордж Клуни? Я не знаю, я правда не знаю. Это Эдди Мерфи. Он исполнил в этом фильме сразу 4 роли. Вот такая у тебя феноменальная память на лица. Надо чаще ходить в кино, соответственно. А вывод один, надо чаще ходить в кино.